добрый день вы на канале аннабель аннабель ты где почему я тебя не вижу отзовись боже какой он огромный до раскидистый куст вот начинает зацветать лаймлайк видите часть часть в тени часть на солнце и вот так вот целый день да анечка а вот ты до moonlight он страдает у него корневая страдает мы уже мульчу положили но как-то так не складывается у нас отношения он шапки повесил да увядает мы сейчас холодненькой водички мы нальем скорее всего там корневая да сильно греется добрый день вы на канале аннабель сегодня отдельно хочу вам рассказать как у нас на 7 августа выглядит метельчатые гортензии которые растут на солнце вот молодой куст ванила фрейс вот второй молодой куст ванила фрейс и причем все побеги зацветают даже самые низенькие у этого молодого куста первого четыре побега у второго два побега почему они такие высокие потому что подстилка была замочена в карбамиде мочевине поэтому произошла такая вот метаморфоза до высокие побеги еще и на солнце красиво выглядит мне так нравится и буду дальше это практиковать и кто к нам тут пришел кто к нам пришел поздоровайся привет дочечка а я тут решилась поснимать метельчатые гортензии как они у нас цветут ты знаешь как вот этот кустик называется хочешь скажу это фантом вот такой огромный вот ты можешь взять вот эту вот веточку и к себе нет вот это следую сюда и к себе прислонить знаешь как у так обняться с ним да о о не так чтоб я видно было такое какое соцветие красота огромнейшее соцветие да так это мы вам покажем это фантом пчелы и осы да это ж не пчела не не особо было это был как он называется нет не шерший но шершень и такая коса только с двумя жалами ладно потом расскажем да хорошо мы снимаем сейчас не они насекомых а наших гортензиях вот лаймлайт смотри вот лаймлайт растет видишь тоже молодой кустик ему около четырех лет вот так вот работает мульча с азотом вот такой он высокий он уже даже успел зацвести видите если сравнивать его с фантомом чем они отличаются лаймлайт и он и как отвечает своим названием до соответствует своему название лаймового цвета фантом вот он белый такой еще полностью не распустился желтизной на кончиках очень красиво смотрится вот такой вот кустик дальше идет ванила 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 в этом году как никогда выкинула побеги метр сорок вот побег хотя я вам скажу этому кусту грех было не выбросить такие высокие побеги потому что ему около 5 лет и он у нас рост под деревом он очень страдал ему не нравилось под деревом особенно под абрикосой так что под деревьями не сажайте метельчатые гортензии вот они любят вот так вот мульчу мы сейчас в жару 35 градусную поливаем каждый день мульчу поливаем потому что тоже горит сильно нагревается и вот сейчас начинает ванилка вот так вот распускаться вот такие соцветия получаются вот уже распустила соцветия розовизну только-только начинают приобретать вот такие вот соцветия которые только начинают распускаться и следующий у нас сорт это это извините тут насекомые просто атакуют это грандифлора это вообще молодой кустик но он сам по себе очень с крупными соцветиями вот видите это что-то побеги в этом году достаточно сильные высокие должны выдержать эти огромные шапки дальше у нас из семейства фрейзовых мельба фрейс вот вот если вам для сравнения показать вот соцветие ванилы вот соцветие ванилы вот такое оно круглое с рожками внизу белым начинает зацветать и вот начинает распускаться соцветие мельба фрейс мельба фрейс очень вытянутый тоже красивый красный кост сначала конечно все не зацветают белым ни одного практически маленького побега я так думаю это из-за солнце из-за мульчи из-за удобрений которые мы вносим и дальше уже стоит дентал де горон вот он растет у нас здесь вот такие вот соцветия покажу поближе вот покажу такие соцветия вот вот это вот коричневизна мы один день просто не полили вовремя и я прибежала уже поникли соцветия в жару поникли соцветия и когда начала проливать то тургор не восстанавливается а начинают усыхать соцветия не бойтесь вот это коричневизна это солнечные ожоги и ничего вы с этим не сделаете вот так уже цветает дентал де горон вот есть более-менее новое соцветие он уже стоит как две недели я вам еще показывала он был только-только-только распускался вот ванилка тоже пострадала от солнечных ожогов только из-за того что не из-за того что солнце ярко светит из-за того что корневая сильно нагрелась и пошло увядание соцветия этого нельзя допускать если будете такое допускать значит будут вот такие вот коричневые пятнышки вот уже ваня начинает начинает потихонечку окрашиваться в розовый цвет вот новые соцветия вот еще одни видите какие рожки внизу образуются это все ванила фрейс вот еще раз покажу ванила фрейс и мэйба фрейс и еще есть третий представитель из этого семейства это сандая фрейс вот сандая фрейс если обратите внимание вот ванила высокая вот сандая фрейс он относится к карликам он не вырастает выше метр двадцати я еще конечно не могу это четко утверждать и гарантированно но для меня он очень достаточно низкий он выбивается из всего всех кустов которые здесь растут он выбивается тем что он низкий низкий и соцветия у него вот такие плотные видите мне даже пришлось присесть кустик такой слегка раскидистый очень красивый будет дальше буду показывать он будет розоветь сейчас он стоит желтовато белый потом он будет приобретать цвет ближе к розовому вот следующий куст у нас к сожалению осталось только два победы и все что мы можем вам показать это показательные гроздья это кустарник мы не можем утверждать какой он листья видно очень огромные вот такие конусы это pink diamond он тоже сейчас желто-белый вот такие вот соцветия вытянутые желтые желто-белые потом будет розоветь так идем дальше magical starlight такой красивый куст да у него рыхлые соцветия но звездочки такие яркие да и он скорее всего медонос издалека издалека как будто и на него бабочки сели да ты что-то издалека вот это у тебя воображение классно бабочки вся обсели до кустик такие стерильные цветочки крупные точно так идем дальше да вот смотри вот она у нас еще еще один наш саженец маленький это мальба фрейс мальба фрейс только-только начинает распускаться а ну-ка идем дальше и что мы видим мы видим кустик magical moonlight это наш саженец очень маленький самый дохленький мы взяли данечка мы даже рады что три побега выросла вот так вот красиво скажи красиво да так давай посмотрим какой у нас следующий куст вот он такой розовенькая да розовенькая розовенькая становится да вот ой какой розовенький становится тут аккуратненько зайчик здесь смотри сколько ос летает они мед собирают да да не мед пчелы не мед а пыльцу да мед потом пчелы нет осы пчелы я что-то тут и не вижу ну может их не видно я только вижу ос и вот сейчас распускаются цветочки все распускаются потом будут приобретать такой красный цвет и вот такой вот большой кустик получается вот это вот он весь даже в кадр не вмещается да анечка он большой высокий вот пока он еще у нас у нас еще только отходит да зайчик да почему потом от ос спряталась бы да да ну самое главное не знаешь не будоражить их они тогда трогать не будут пошли дальше покажем пусть сидят собирают себе пыльцу так это у нас magical candle вот такой вот красавец а ну анечка покажи подойди покажи какое какие соцветия не очень большие да вот присядь к нему присядь а почему они не очень большие анечка скорее всего много побегов оставили да да в чем прекрасно гортензия ее можно нормировать побеги ее можно нормировать да можно получить более крупные побеги но их будет меньше или же оставить все побеги но они будут соцветия будут более мелкие да так а это к этому кустику да а ты знаешь как он называется а аня это polar bear ты можешь перевести полярный медведь полярный медведь да ну мы не переводим название это как имя его называют polar bear вот так вот такие вот соцветия а ну зайка обними соцветия покажем какое оно нету ос нету ос да нету вроде бы они еще не приловчились о знаешь ань кто тут еще летает шмели да да вот за шмелей мы хотели сказать шмели летают шмели я видела прямо сюда залез залазят да вот они настолько умные они сначала не понимали что это за новое растение тут такое растет а теперь все поняли и подлазят прям по цветочкам под стерильные цветочки к цветочкам где есть пыльца да да фертильным цветочкам залазят да и опыляют нам тем самым ну мы семена собирать не собирать не собираемся собирать тавтология получилась так а теперь давай следующим покажем он вылазит да вот помнишь анечка мы показывали этот кустик всегда с него начинали да это у нас даймонд руш он зацвел белым где-то около двух или трех недель стоял белый а теперь он приобретает красный цвет вот такой красный вот розовизна сейчас пошла и будет краснеть 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 такие вот соцветия большие круглые да розово-малиновый такой будет вот соцветия у нее круглые не конические вот как поларбер рядом он конические соцветия классно а у него кругленькие и вот идем дальше вот здесь вот у нас кто-то из них пинки винки вот они вот казалось бы похожи вот это пинки винки да скорее всего вот такие конические соцветия и вот мы пришли к еще одному цвету к цветущему кусту это диамантина он у нас есть растет на солнце вот здесь вот да вот один диамантина а есть у нас растет тени так вот здесь на солнышке из-за того что он пересажен был пересажен в этом году соцветия не очень большие получились все-таки он немножко пострадал да корешочки пострадали и вот такие небольшие соцветия ну тоже очень плотные вот они рожкообразные вот такие вытянутые сейчас мы перейдем в тени покажем вам наши метельчатые гортензии у нас две метельчатые гортензии в тени и так мы перешли в тень у нас здесь две метельчатые гортензии цветут одна фантом а вторая диамантина и мы как-то показывали вам соцветия вот если сравнивать смотрите вот такое рожкообразная красивая вытянутая диамантина плотненькая плотненькая и тоже еще до конца не расцвело вот если вот так вот так видно рожки хорошо видно кустик молодой ему около 4 лет высотой он сейчас примерно метр метр двадцать есть фантом он конечно повыше конечно повыше видите маленькие соцветия есть и вот так вот цветет вот чтобы вам поближе показать какие у него соцветия вот такие они кажутся вроде как и рыхлые и в то же время не рыхлые вот они такие воздушные такие воздушные соцветия тоже есть рожки но они не так выражены как на диамантина видите соцветия вытянуто а внизу образуются рожки как будто как сфера такая в рожках далеко стою далеко гляжу да Анечка все лазит да Анечка скалолазочка моя Анечка прощайся мы показали метельчатые картинки всем пока встретимся в новом видео пока 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 пока